Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 98. Вопросы и события дня. 18 марта 2016 года. Ну и далее у нас как эпиграф к этому утреннему ролику. Прочитайте. Я медленно буду продвигать. Доказываю, что кругом измена, трусость и обман. Везде. В государстве и в церкви. Ну тут два поля, где особенность свирепствует. Измена. Трусость и обман. Я уже доказывал это. И тут еще можно примерно сотню разных вариантов показать. Ну и дальше у нас нужно помочь людям разобраться, чтобы к нам заходили на форум. Они в контактах я не бываю, в одноклассниках. У нас есть живой журнал, твиттер, фейсбук. Все есть, но я туда не захожу. Там модераторы ведут, администрация занимается. Потом перекидывают ко мне на форум. Тут я отвечаю, опять тащат. И не всегда имеют эту возможность. И там накапливается, говорят, в десятки раз больше, чем мне перекидывают. Им кажется, что неважное было. Ну и объявление. Краткое содержание дать на наши ролики. Под которыми нету. Который уже сделан, там видно. На какой минуте что было сделано. Это сказано. Я тормозу здесь, посмотрели. И дальше. Считать долго здесь. Ну и на нашем сайте, вот в «Васлете Библии» нужно перевести аудио, видео, вот в эти позиции. Семь. И онлайн. Ну и дальше объявления. Идут занятия. Сами заранее звоните. Вчера была пятница. Ну и дальше считаем. Юрий Соболев. Наткнулся сегодня. Олег Стеняев. Игнатия Лапкина помню. Как талантливого полемиста с сектантами. И строгого православного аскета. Но давно с советских времен его не видел. Мир ему и благословение Божие. Ну вот где об этом он говорит. Отца Олега я тоже знаю. Он приезжал сюда. Со старостой. Или с кем-то. В лагере был у нас. А потом вместе мы ехали с ним до Барнаула. Он в Новосибирск. Там город Каинск. Такой раньше был. И он там служил священником. Я уже говорил об этом. Что из современных. Которые миссионерами. Или как-то считаются. Он самый правильный. Потому что он с сектантами. Говорит с Библией в руках. Он знает. Все остальное уже сказано. Да благословит его Господь. Я не знаю. Я вообще-то не разбираюсь в городе. Я степной человек. В степи родился. И был в Москве. Знакомый у меня Михаил Гордеев. Там. У которого останавливались. Михаил Федорович. И я ему руку сунул в карман. Чтобы не отстать. И он так меня тащит за собой. Любил я метро. Там надписи куда выехать-то здесь. И как я мог найти отца Олега. Там не знаю. И он в больнице лежал. И я его в больнице навестил. Здесь каждый раз думаю. Какое-то чудо Бог совершил. Я в Москве нашел больницу. Я вообще не разбираюсь. Потому что я города боюсь. Ну и от какой-то Артемий пишет. Артемий. Красноярский край. Село Большой Улуй. Вот слово сказать в это Большой Улуй. В советское время меня думал архиерей рукоположить. А у архиерея такой порядок был. Кто готовится кандидата. В Новосибирске. Это был Гедеон Докукин. Архиепископ. Потом Ставропольским митрополитом стал. На покое. То есть умер. И вот. Он меня решил Большой Улуй рукоположить. Да далеко там. Куда-то в сторону я там был. У него годами там ждут. Когда он рукоположит. И он мне это предложил. Чего ради не знаю. А я отказался. Как он разгневался. У меня люди годами ждут. А я вам сам предлагаю. А вы не хотите. Я говорю. Владыка. Я сон видел. Видимо сон в руку. Будто бы меня куда-то далеко в тайгу посылают. И будто бы я уже священник. И мне сказано. Тебе нужно сейчас делать вот что. Лежат большие бычащие шкуры. Быка засушили шкуры эти. И лежат они на солнце. Куча вот так вот. Она на дну. И сказано. Обрабатывай. Сделай из них настоящие как-то. А я обрабатывал шкуру овечь. И знаю как там соль там. Какой состав их. Мнешь мукой там. И чтобы из них шубу можно было шить. Я говорю. Они не поддаются обработке. Да как так. И вот и все. Я понял. Что меня бычащие шкуры хотят отправить выделать. От людей спрятать. Полномоченный по религиозным культам разрешил. Ой-ой-ой. Я не поехал. Он разобиделся. Потом я поехал в Большой Улуй. Когда мы ездили с миссией в Владивосток. Находку туда шли. Что же это за Большой Улуй-то. Ну. Город как город. Интересно. Вот разворот он нашел на том месте. Не могли выехать из него. Сначала как мы его нашли. Не стал говорить с народом. Мне библиотека нужна. Собрались. Говорят люди как-то. Будь не против и никакие. Как он зависший. Я понял. Вот они бычащие шкуры. И священник там хороший. И храм. Мы фотографировались. Начинаем выезжать. Разворачиваются. Дорога. Мы же не знаем. Разворачиваемся опять к тому же месту. Три раза. Нигде так не было. Ты был? Нет. Не был. Ни разу не был. Ни в одном месте. Проехали до Лиссабона. Прибалтику. К Скандинавию. И Турцию. И нигде такого не было. На одно и то же месте. Рядом кладбище. Командует шопер. Они знают куда. Тогда доехали еще раз. И мимо кладбище большое. Я говорю. Остановитесь. Ну они тут слушали. Остановились. Все. Запирай машину. Собака с нами заперта. Все. Пошли на кладбище. Раз Господь за что-то разворачивает. Что-то есть. Ну и пошли. Молиться давай. Маленько мозги. Чтоб проветрил. Че. Не выехать не можем. Среди бела дня. Ну и помолились. Когда я говорю. Вот этой дорогой езжайте. Тогда показал. Прямо в этом направлении. Спросить некого. Мы оттуда выехали. Ну вот теперь. Православный христианин какой-то. Спрашивает что. Как относиться к проповедям православного миссионера Игнатия Тихоновича Лапкина. Ну эти-то все которые нападают. Они лже миссионеры. Лже. Это псевдо православные. А тут вопрос задан. Нормально. Дальше. На ютубе их огромное количество. Говорит Игнатий Тихонович. Всегда интересно. Убедительно. Живо. Постоянно цитирует священное писание. Но смущает несколько моментов. Первое. Постоянно подчеркивает невежество священников. Нежелание учить народ и так далее. Ну остановимся. Это я разве говорю. Вы сами не видите. Народ-то ничего не знает. И никто от этого говорит. А комиссия во главе с архимандритом Иоанном Экономсовым. Павлом Флоренским. И говорит. Народ наш тупой и темный. То есть довели до точки. Это выступает общенародно. В комсомольской правде. Я уже не раз показывал, где это говорится. В каком номере. Если кто-то не верит, так я могу даже открыть. Вот, посмотри. Даже не думал это показать. Но это можно показать. Вот. Сейчас я покажу здесь. Когда они об этом говорят. Определение данное не мною. На букву Э. Экономсов здесь есть. Выше, выше. Повыше. Вот он. Ну а давай, прочитай. Вот пишет комсомольская правде. Почему мировоточат иконы? Бог или дьявол? Правда. А Даша, куда ты делал эту строчку-то? 19-я, 03-я, 03-я, страница 18-19. Это главное документ. Ничего себе рубанул. Дальше. Почему мировоточат иконы? Бог или дьявол подает знаки? Комсомольская правда, 19 марта 2003 года. Вот так считай. Дальше. Создана вот на 1902 году комиссия по описанию чудесных знамений, происходящих в православной церкви. В состав комиссии входят священники, профессиональные физики, химики, биологи и историки, сопредседатели комиссии Архимандрит Иоанн Экономцев, ректор Российского православного университета и Павел Флоренский, профессор геологии Московской геологоразведочной академии. И вот так они отвечают на вопросы корреспондента. Кавычки открыты. Кавычки открыты. Не сочтите за грубость, но наш народ стал слишком тупым. Вот пожалуйста. Это они говорят о народе. Народ это паста, 90% православная, там или 87%. И Бог как бы подает знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. То есть Писание не знает, Бог знаки дает через что-то, потому что Писание закрыто, и Бог через Писание не может достучаться. Совесть уснула, успокоили. Батюшка разрешит от любого греха, чаще исповедуйся, чаще причащайся. Он понимает, но только не договаривает. Надо понять, что за этим стоит. А в этом весь смысл-то, а не просто тарабарщина. Дальше. Хотя возможно и другое объяснение. Вот он думает, допускает. Из истории церкви мы знаем, что мироточение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Вот так, понятно? То есть самая настоящая чертовщина идет. Мироточение, слезоточение, кровоточение. Я об этом говорил постоянно, и вдруг они заговорили. Но я писал всем письма. Не знаю, может достучался где-то. И дальше. Возможно, в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками, а мы ломаем голову над тем, что это происходит. Кавычки закрыты. То есть это не я говорю. Это уровень другой совершенно. Это профессора. Я подчеркиваю невежество священников. Нежелание мучить. Да как-как по-другому. Выступает в Москве, в московском храме отец Дмитрий Смирнов. Как говорится, правая рука патриарха по одной отрасли, где горы трупов. И вот мусульманин, если к храму бабушка голосует, подвезет, а она задает ему вопрос, почему так? А он отвечает, он подвезет, деньги не берет. Да ты же, мать мне, доедешь молиться. А если русские, а русские-то православные, обязательно деньги сдерет. И он говорит, мусульмане ближе ко Христу, чем православные. Правильно все сказал. Ну почему ты дальше не договариваешься, что такими ты сделал их? Ни один баптист, ни один свидетель Егова не скажет, что народ тупой. В Германии не будет он руку протягивать, просить возле храма. Там дауна у него, какая болезнь, его научат. Это он впервые научился мазать и клеить ровно обои. Представляете, обои. Да у нас он сгнил бы где-то там, научился наркоманить или еще что-то. Совершенно негодный человек. Они учат. Учат и учат. Без рук, без ног. Ник Фуйчич. И чему научили как? Да у нас бы сгнил он на постели где-то, никому он не нужен. Дальше договаривать надо, кто виноват-то. Тот, кто рядом был, не увидел. Так я говорю, невежество священников, нежелание учить народ. Ну, так говорит патриарх. Патриарх Кирилл проехал до Владивостока, возвращался и говорил. Состояние, говорит, духовные развалины. То есть север, восток потеряны. Сектанты все захватили уже. Почему? Феофан Затворник говорит. Священник думает, у него все нормально. Но когда весь дом охвачен пожаром, он начинает суетиться. Да поздно уже. 1861 год. Я говорю об этом. И с какой церкви-то говорю? Зачем мне говорить-то, нажимать ворогов? Да я мог бы быть ласковый, в двух матах сосать, как теленок. Для того, чтобы вы проснулись, вам отвечать за каждую отцу. Почему? Иоанн Затворник говорит. Если одна, одна душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее. Одна погибнет. Не о спасении, что о тебе спасется. Об этом даже речи нет. Возьмите, поют, которые там называют они псалмами. Ну, видимо, песнопение баптистов. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, снов один в руках нести. Вот о чем они говорят. То есть бесплодным. Они желают говорить другим. А возьмите пример свидетелей Иегова. От дома к дому, от двери к двери. А в это время Дворкин там учит, как бороться с ними. Что ты научишь, когда они в это время работают? Пока ты там новогодние конгрессы устраиваешь против Лапкина на рождественские международные ощущения. В это время они прошли уже сотню тысяч дабов. Он высчитывает, сколько за одну минуту обращается. Да кому это нужна статистика? Статистика нужна такая, которая возвышает, интересует. Я говорю, да. Не желает учить народ. Докажите противное. Найдите. Священники служат несколько человек. Ни одной проповеди нет. Здесь у нас был настоятель, умер уже, царство ему небесное, Николай Войтович. Он говорит, отодвигает шторку на царских вратах. Это вообще вещь неслыханная. Выглядывает. Эти златоустовцы опять пришли. Придется поговорить проповедь. Они пришли и не будут говорить. Вот и все. Дальше. Второе. Говорит, что монахи нарушили заповедь Спасителя идти и проповедовать Евангелие. Так как пошли в обратном направлении, в пустыне и горы, а не в мир для проповеди. Ну и что? Ну это не так разве? Вот смущает его это? А ты не смущайся. Иди и проповедуй. Да, я говорю об этом. Я стучу об этом. Потому что там внутри меня горит огонь. Я хотел бы молчать, но он разлит. И как Еремия говорит, любимый мой пророк. И дальше он сам пишет. А все я беру оттуда. Читаем на его сайте ответ на вопрос. Вопрос 2069. Восьмой том. Восьмой том открытым оком. Это из моих книг. А там 4124 вопроса. Вот один вопрос. Как я отвечаю и как бы они ответили? По каким признакам вы установили, что монашество нежизненно? Это мне в университетах задавали вопросы. Ответ. Потому что в этом институте все надумано. Это благая мысль, завершившаяся совершенно неевангельским разрешением. Идея не могла разродиться. Получился мертворожденный выкидыш. Миллионным тиражом. Когда человек согрешил в раю, то что Бог сделал? Он ему устраивает разборку, допрос, дает обещание избавления в потомках. И вражду положи между тобой и между женой. Между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. И затем изгоняет щиту, и человек прилепляется к супруге, и из двух идут под отростки. На одной из веточек рода человеческого и появится спаситель. Появится. Появится спаситель. Могло ли это быть без жены и семьи? Ответ только один. Нет. А если бы Адам начал мыслить благочестиво, как Павел Фивейский, пошел бы достигать совершенства бисером детства Адама иноческим совершенствованием для подвигов своих, и сидел бы под смоковницей девять столетий, то выполнил бы он назначенное Богом. Ну, девять столетий, почему я сказал так? Все же дни жизни Адамова было девятьсот тридцать лет, и он умер. Он умер, а он прилепился к жене, не к стенам там, и через девять месяцев появился человек. Я про это говорю, откуда бы люди-то были, там монахи именно так. Еще удивляться, что мусульманство заполнило все. У них разрешаются четыре жены, а тут эталон, лучше не жениться. Правильно, не жениться, но иди в мир проповедуй. Антоний Великий. Антоний долго и мучительно доходил до воплощения идеи достижения совершенства, достижения ангельского безгрешного состояния. Ему это не просто удалось, шел совершенно новым путем. С Евангелием никто это никогда не сверялся. Жизнь в монастырях пошла далеко не согласно правилам по схеме, какой нарисовали основатели этого благого предприятия. Правила монашеского общежительного бытия больше напоминают правила живущих на полярной станции. Но там люди знали, что придет им смена, а здесь попали на пожизненное состояние, убивающее всякую надежду на улучшение того, что не получилось. И стали придумывать ступени, звания, новые постриги до Великой Схимы, для достигающих больших успехов в пощении и в молчании. И стали уходить в искиновые общежительные монастыри и лавы, и поселяться в отдельных пещерах, уходить все дальше в пустыню. Это был приговор общежительным устройствам, так как те отдельно живущие отшельники сподавлялись хлеба от ангелов, и их прославляли несравненно более, чем всю эту массу однополых братьев и сестер. Потом начнется градация монахов. Кто же они есть на самом деле? Потому что пророки невозрожденных душ потянулись в тот же день за ними, за эти стены мандры. Более рассудительные и волевые пытались что-то делать, разделять на виды, классы, послушания, но это все рушилось и напоминало глубокий ров, где в темноте сшибались с глобами и стонали, и падали монахи, и только из огромной массы и два единицы выбирались на свет Божьей правды, видение святого Пахомия Великого. Среди монахов находились люди с не совсем потухшим умом. Они искали причину неудачи достижения Царствия Божьего на земле. Епископ Игнатий Брянчанинов засвидетельствовал после своей ревизионной поезерски, что на полторы тысячи монастырей в России едва ли найдется четыре, в которых жизнь напоминает духовную, а остальные пришли туда ради покоя телесного. Это же засвидетельствовал стоглавый собор в многочисленных главах из ста. Вот как видится духовное состояние монашества. А тут один задает еще так, я не говорю, скрывай его имя, потому что они боятся, я не знаю, кого скрывать, а вы меня вызвали на свет, ну дальше. Как к этому относиться? После его проповеди у меня действительно возникли сомнения в правильности монашества. Ну и правильно, я этого и добивался. А как монахи? Чтобы они без обеда были. Монахи это хорошо. Чтобы они шли и проповедовали. Но и монастыри нужны готовить миссионеров, а потом допоить, докормить, доухаживать, когда уже старые будут, они же одинокие, никого нет. Монастыри нужны. Но не в этом виде, что самое сильное, смелое, мужественное, высасывать из народа, и там за стенами они уходили в песок, не давая потомству. И вот пришли к тому, что есть. Это Ирия Олег Стеняевского. Вот он говорит, это самое, да? Ну да. Дальше. Равшан Дгамшутов. Уважаемый Игнатий Тихонович, долгие лета вам. Подскажите, пожалуйста, почему у вас такая старенькая версия программного обеспечения Windows? Так, Никита, о чем он говорит? Ты же в этом деле лучше разбираешься. Ну это к вам вопрос, почему у вас старая? Мне же все поставили, то есть. Купленная была, новая, из магазина. Я же сам не покупал ничего. Но она работает. Она работает отлично. Ну и все, что надо, зачем вам лучше? Я сам-то ничего не разбираюсь. Меня отшибли. Как-то пришли муж с женой сюда и говорят мне, не чужие люди-то, а свои. Вот вы все делайте сами. А я купил книгу тут, только у меня схемы рисую, вникаю в интернет, как все записываю. Сам начал делать все. Я верстки книг делаю, фотошоп. Вас не будет, мы ничего не знаем. Я говорю, понял, отошел. И теперь делайте, помогайте все сами. Я звонок? Пожалуйста. Вчера, интересно, у меня случай был. Тут три дня, что-то они проводили, электрики по столбам, большие кабель тянули-то. И вырубают где-то они в пол девятого, кажется. И до пол четвертого. Ну, я вырубил, и все зависло. Закачал ролик большой, слетело. Вчера жду пол четвертого. Нет, ну, думаю, задержались. Наверное, в четыре. Держался четыре. Нет, вышел на улицу. Никого не видать. Туда-сюда походил, рядом с соседом. Ну, неверующий-то, боязно подойти. Наконец, пол пятого. Я тогда говорю, у вас свет есть? Вы говорите, есть. Пошел дергать, пробки выкручивать. Давай кое-как нашел. Нету телефона. Нашел куда дежурный, который звонит по электричеству. Ну, я не думал. Правда, машина пришла. Приехали. И он все посмотрел. А что у вас четырехжильный кабельный? Его надо на двух. Я говорю, тут приезжали, когда была... Которые я выиграл эти дома. Ну, кто не знает, это... Я был освобожден, когда реабилитирован. Я судился с властями, что меня изъяли. Похитили у меня. И суд шел 11 лет. 11 лет. Иск был 11 миллиардов рублей. Недоминированных. Выиграл меньше, но выиграл. И теперь вот это в территорию. 13 соток в центре Барнаула. Прям то, что я хотел. Сухое место, легко доходить. И вот два дома я нахожу здесь. И тут все это оформляли. Тут же станция Освод была. И вот они все пообрезали. Нормально работает. Хороший счетчик, выброси новые. Ну, там, я знаю, кто это, лоббирует таких. Поставили. Посмотрел, у вас неправильно сделано там это. Ну, как же мы остались? Если нам сейчас ночью не выйти, насос работает в кочегарке. Тут у нас все застынет. И он кому-то звонит. И как мог делать-то? Видимо, с тем, который был, нашел он его. Знает. Это одна команда. И правда он залез, мужик. Этот туда вверх узнал. Присоединил и заработал. А я внизу стоял и размышлял. Такие мысли прямо шли. Внезапно раз все, и теперь без света никуда. Ничего. Вот такое состояние у людей будет. Не выйти. Да я-то еще рядом в туалет могу сходить. В городе-то этого не будет. Сразу зальетесь друг другом. Электричество. Вот и все. И все поклонятся этой печати. Не надо ничего делать-то. Пить есть еще хоть на один день. А без электричества никуда. И холодильники сдохли. И стиральная машина. И телефон не подзарядить. Вот здесь и кончилось все. Поэтому надо научиться ценить, что сегодня тебе Бог дал. Я вчера много начал размышлять именно в это направление. Отрубили, нигде ничего нет. Ну ладно, у меня есть чем заняться. Привезли огромные сумки из музея с газетами, с журналами. Я их два дня перебирал. Лужи от них брал. И дальше. Самсунг говорит. Игнатий Тихонович, ответьте четко. Партисты могут спастись или нет? Понимаете, за кого меня считают, понятия не имею. Ну, я же не Бог. И у Бога... Это кто спастись... Ну, это обращатель стенок православный. Они знают, кто... Кого канонизировать, канапе им предавать. Вот они точно знают уже. Точно знают, что Матронушка там. Ну, тут она сидит на могиле, помогает. Все знают. Канонизирует. Иосифа Володского, православного Сталина. Не знаю. Бог спасает. Только знаю, что они не церковь. А вне церкви нет спасения. Это Деяние апостолов 2.47. Баптисты хорошие люди. Во всех отношениях. Живут чисто. Хорошие труженики. Хорошие семьи. Все хорошо. Им не хватает рукоположения, чтобы у них старших пресетеров хотя бы двух-трех рукоположили. Это можно сделать. Господь не дает этого. Ну, и чтобы они нигде не трогали уже догматику православную, естественно, толкование взяли. Могут без этой, что есть, форма, свечи, иконы, без этого спастись могут. Не знаю. Но только ваптистам я никогда не буду. Хотя, если было рукоположение, я бы ни одного дня не был православным. Дальше. Сергей Козлюк. Как надо иметь осторожность? Дай Господь вам, Игнатий Тихонович, и всем верующим защиту Божию. Лукавый не дремлет. Лукавый не дремлет. Ну, а о чем? Дело в том, что я выставил ролик ночью уже по этого человека. Саварбек. Я не знал, как его увеличать. Но еще осень я говорил, на меня всегда нападает на С и Д. Вот напали сразу С и Д. Скоро Товский Дудин. А я всегда перевожу Сатана, Дьявол. Но чтобы в одном имени это совместилось, вот, наконец, пришло опять С, Д. Проходит маленькое время, опять С выскакивает. Опять Д. Потеряевки были. Точно так же. И С, Д. Двое восстали, и С, Д. Но я не могу не обратить внимания. Один из них, Дмуха, заходит здесь и с Рюбым соединяется, лишь бы против меня. Вот интересно. Пошел в университет учиться. Говорят, мне уже передали. Его жена у нас, прихожанка. И он сказал, юридически, с одной целью, чтобы разрушить все Улапкины по закону. Она говорит, ну он не говорил о том. Ну я верю, говорил. И что? Она даже пишет, уууу, Савербек Джабраилович, похоже вы крупно попали. Нашла коса на камень. Это он в Караганде всякие мерзости выставлял, там порнографически голову отрежет на меня, на жену. Ну и выставили. Посмотрите, вот так называется, Савербек, Алмазов, Караганда. Мое обращение в ФСБ и прокуратура. А теперь еще туда обратимся, в Казахстан, и как-то, чтобы побеседовали с ним, что он делает нехорошо. И Света тут изуродованная на фото. То есть они не хотели, которые разоблачили его, узнали там, какая девушка, кому-то сватался, кому-то что-то, и что это, и все это скрыто. И они сами вышли, теперь я могу говорить про это. То есть он очень нехорошо делает. Я знаю этих людей, и Свету, и Савербека Алмазова. Знаю, кто такой Алмазов Савербек Джабраилович. Сокращенным можно просто Алмазов СД. Это она написала, не я, СД. А я все время говорил, СД вышло наконец. То есть это уже в полный рост. Плуд еще тот. Я много чего знаю про него, но не знаю, как и куда эту информацию передать, чтобы Лапкин получил и распорядился. Тут можно написать? Я никогда не пишу под роликами, когда ролик заработал-то, но тут пришлось ответить. Здесь можете давать любую информацию, кроме тайной. Это все может быть передано в прокуратуру Казахстана. Вот так. То есть, ну, он, на это говорится, знаете, есть такое, играет, можете даже зарядить, соревнования, пианист на корабле играет, соревнования там с одним-то. И он говорит, ты не свое место занял, который пришел, то он изобретатель, или как сказать, создатель джаза. А он тогда, когда сел, начал играть, ну, козел, ты сам напросился, нарвался, и начинает играть. И видели этот, когда он играет, это вообще, я могу показать, но нельзя, хоть один кадр из фильма, тут могут неприятности быть. Ну и дальше, ну, нужно посмотреть. Это наша страница, в моем мире. Вот так. У нас несколько страниц, вот где я в шапке. Ну, вместе с голубем. У нас тут сколько видео уже? 2809 видеороликов. И фотографий. 18920. Вам хватит здесь всего? Интересно, сейчас появляется материал, прямо исследования прошли, что благодатный огонь, это обман. А я всегда говорил, это обман. Обман, все годы говорил. Наконец, все сейчас зашло, и, ну, говорят, сегодня для меня большой материал, скинул один, про Иакима Парра, что он говорит, и говорит там, как-то не так, чтобы я разобрал его выступление. Не буду я разбирать, во-первых, большой материал, а во-вторых, как бы не проповедовали, Павел говорит, я и тому радуюсь. Что-то Кочергин за него заступается, я ничего не опровергаю, не знаю, у меня нет на это время. Зачем мне нужно? Он проповедует о Христе, приехал из Америки, да благословит его Господь. И вот дальше смотрим, что на нашем форуме. Зульфия, Игнатий Тихонович, может вы... Вот наш форум, вот как выглядит. Посмотрите, православный форум, поглядите. Вот если на новое сообщение ткнете, загорается, вот на эту страницу на последнюю придете. Если вот здесь вот общий поиск, выскочит рамка. Зарядите любое слово. ВННН, что тут 1580 темы, огромных тем, это очень большой форум. Легко искать. Зарегистрируйтесь, можете тогда писать. А без регистрации можете смотреть любую тему. Что она пишет? Игнатий Тихонович, может вы мне подскажете, в последнее время я сомневаюсь в том, что мне можно идти в храм. Потому, что как только я схожу в храм, что-нибудь происходит с моими родственниками. Выживаю в этот же день или на следующий день, или они умирают, или что-нибудь происходит. Даже если я просто схожу на вечернюю службу. Я себя считаю виновным в их скорбях, хоть и молюсь за них. Может, что-нибудь в Библии или в Коране написано на этот счет. Походы в храм могут негативно сказаться на родных. Ну, я от этого скажу. Каждый день умирает примерно 200 тысяч человек. И вот я хожу в храм и вдруг узнаю, умерло 200 тысяч. Наверное, от меня не хожу тогда в храм. Ну, 200 тысяч. У вас только один родственник, а у меня, мы же все по Адаму, братья и сестры. 200 тысяч. Он вчера сходил и вдруг вечером узнает, 200 тысяч умерло. Так, до чего можно договориться? Это сатана уже подходит к человеку. Какое это отношение? К ним они знать не знают. Нет, это сатана подсовывает такую мысль не от того, что умирают у вас такое, а от того, что мысли себе допускаете, чтобы не ходить в храм. А если бы ты была привязана с Дупея как к храму, бежала как к источнику, где тебя Бог подпитывает жизненной силой, такие мысли бы не пришли. Наоборот, молилась за них. Люди говорят, я бы ходил в храм, но времени нет. Я на то, ходи в храм, и время будет. На все хватит. Не пропускай богослужения. Вот так надо отвечать. Конечно, глупости даже говорить не о чем. Елена П. Почему вы перекрещиваете православных? Почему вы московскую епархию не признаете? Второй вопрос. Почему вы ведете раскол, а не созидаете? Три вопроса задала. Елена, отвечаю им. Мы не перекрещиваем православных, не крещенных. И вот эта мокрая ладошка, это не крещение, это профанация. Никто-то говорит, а профессор в МГУ, Московской духовной академии. Там брат, когда учился, задал вопрос, он говорит, профанация, больше ничего нету. Обман, фикция, псевдокрещенная, лжекрещенная, нет крещения. Крещение, это апостольское 50-е правило. Правил нет, убрали, но все святые отцы об этом говорят. А то в виде скамейки, омовения, там, и дует в эту срамную дудку свою. Только полное погружение. Католиков перекрещивали всегда. И дальше, почему так? Почему Московской епархии не признаете? Ну как это не признаем? Только что были там, фотография стоит, в епархии я не признаю. Там мы беседовали, приезжает к нам митрополит, последний был епископ, да все три епископа, и все у нас приезжают, служат вместе с нами, поминают патриарха Кирилла, потом нашего пересветителя Илариона, и все так. Это неправда. Надо вопрос снять людей. Ложный вопрос. Почему вы видите расколы не созидаете? Где расколы, кто расколы? Расколы. Топоры или щурка колют. Никон произвел раскол, а не вакуум. Он изменения это внес. И так и здесь. Кто раскол производит? Вот батюшка нашего, отец Аким, служит в Омске. Ну его вызвали из Тобольска, он в Тобольске много, сколько там был этим настоятелем. И вот пока его нет, они два священника, который настоятель-то там, с Украины. Он сам давно католичный и все это насаждают. Вот так в общем-то все католическое. Это латинство. А то патриарх Кирилл с папой соединился. Давно соединено все. Ни крещение, ничего нет, бритые. И они решили построить купель. Пока того-то нету. И взяли священники, построили купель. Это плохо. Патриарх Алексей говорит, не крестить, где нет купели. Не крестить, это обман. И все у меня выставлен материал это. И вот архиерей вызывает священников на ковер. Вы зачем это сделали? Тот вернулся из отпуска и говорит, а они такое делают, купель построили, это раскол церкви будет. То есть он мощит. Бракодел это не раскол. То есть перевернулось сознание. Вот где берите раскол. Кто ввел его сюда? Вы сами-то крещеные или нет, или мощеные? Не крещеные, вы в ад попадете. А не созидаете? А что созидать? Как определяется тем, что я сказал крещение, это не созидаю? Созидается тем, что приходит человек. Сколько через вас душ пришло не знающих? Вот это есть созидание. Созидайте. Я как могу, больше я не могу. Я работаю на пределе и сегодня. Каждое утро я обставил. 3.20 ночью встал. Пораньше ложусь, чтобы поправить, что тут пришло. Так, не по делу. Дальше. Сергей Кот, 32 года. Как Штау, Казахстан. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я смотрю на ютубе ваши видео, аж захотелось к вам в деревню. Спасибо вам за видео. Ну, для чего захотелось, что, возможно ли приехать, надо более подробно. Выйдите по скайпу на меня и тут поговорим уже. Может быть, и правда приедете, может быть, некрещеная. Дальше. Кто это говорит? Александр Русский. Ну, вот он много дает материал. Я заторможу, посчитайте, что он тут говорит, чтобы видно было. И потом он выставляет раз, два, три, четыре, ждана, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать роликов. Ну, могу их посмотреть за день? Ну, никак. И в прошлый раз выставил около тридцати. Никак. Агафонов Сергей. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня в голове не складывается никак, не доходит. Первое в Селоникистин 4,15. Ибо сие говорю вам словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господней, непредупредим умерших. Что значит непредупредим? То есть заранее сказать, пора, вставайте, эй, вы там, мертвые. Предупредить надо кого-то. Где-то пожар, я предупредить, знаете, сегодня пожар до часа будет. Одновременно воскресает, праведное и неправедное. Я не пойму, здесь это Христос на месте или еще этот год. Да, да, да. Вот так. Так что никто не предупредит. При последней трубе Архангела, как это Архангела будут трубить, вся земля, Ефрем Сирина говорит, как тело содрогнется, вот так все. Херувим и Серафим от страха будут, говорит, под колеса благодати Божией прятаться. Второе. И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках встретения Господу на воздухе. И тогда всегда с Господом будем. И так. А и так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга всеми словами. Стихи 16-18. Златоуст пишет, если Господь намерен сойти, то для чего мы будем восхищены? Чести ради. Ведь и тогда, когда царь въезжает в город, почетные граждане выходят к нему навстречу, а преступники внутри ожидают судью. Встретение у стар воскресенье. Ну ладно, понятно. Он на облаках явится, не на землю сойдет, на облаках. И они восхищены будут к нему, как орлы полетят навстречу. Где труп, там и орлы. Дальше. Но если ангелы повсюду будут обтекать землю, собирать воскресших, то как же говорится здесь, что воскресшие восхищены будут? Они восхищены будут после того, как Господь сойдет, после того, как все народы собраны будут. Да что значит собраны, собраны будутся? Это не надо понимать, ходили, там собирали, где-то, это не человеческие мерки будут. Соберут. То есть участие ангелов какое-то есть, а слово соберут, не надо понимать, что соберут, притащили, не уходи, я за следующим пойду. По-другому будет, во мгновение ока. И воскреснут прежде, то есть на миллионную долю секунды может быть, а все равно прежде. А потом одновременно будем восхищены. Вот и все, ничего тут нету. Масфеевы 24 глава. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Ну, в две милища жерновах одна берется, другая оставляется. На поле, которые трудятся, трудящиеся, и которые дома будут где-то все, один берется, другой оставляется. Один спасенный, другой не спасенный. Тут вообще ничего не надо. Написано, что праведники восхищены будут навстречу Господу на воздухе. Златоуст говорит, они восхищены будут после того, как Господь сойдет. Сойдет на облаках силы и славы Великой. На облаках. 24 глава Ивангелия от Матфея, 21 Луки. Так и есть. Дальше. Дальше я расписывать не буду, чтобы вы не пропустили этот вопрос из-за всего объема. Правильно. Разжуйте мне, пожалуйста, хронологический порядок событий, описанных в стихах первого псалоникийца. Дальше. Мне нужно это для того, чтобы составить точный график, практически что показывать. состав для и сейчас, конкретно на последний день. Правильно. Вот я это и показывал, то у него, он составил совершенно правильно. Вот где. Это открытым оком, второй том, 470 страница. Христос воскрес. Это начало Голгофа, и тут начинается тысячелетнее царство. Сатана скован на Голгофе, дабы смертью своей, лишить силы, имеющие державу смерти. Евреям 2.14. Расчищает сосуды, сходит в преисподнюю. Это один момент. И дальше, второе пришествие Христа. Вот оно. Тут воскресают все. Страшный суд. Здесь восхищение церкви на облаках Господь. Всеобщее воскресение праведных и грешных одновременно. А вот здесь и начинается тысячелетнее царство. И оно идет 2000 лет. Вот оно, тысячелетнее царство. За 3,5 года вот отрек. Здесь время антихриста. Он все так и показал. Но только 3,5 года давайте ему и все. И все. Вот это 3,5 года не написано? А есть, есть, есть. Ну да. Вон абсолютно правильно. Может быть, от нас вот увидел. Очень просто все. Это все доказывает по Священному Писанию. Ну и теперь, ну все большее тут начать. Второе пришествие. Ну это надо снять. Я вообще не видал такого. Молодец какой. Благодарю. И вот это наш видеоканал. Здесь много что есть. И вот если ткнуть здесь вот это главная главная страница, то вы жития святых на каждый день. Вот оно. И вот выставили что тут мучеников Конона. Вот этот Конон интересный. И Конона, и Саврианина, и Саврийского. Вот это. Вот это жития вообще интересное. Единственный такой святой, я их насчитывал, жития 12 томов Дмитрия Ростовского. И он бесов. Они у него служили, огород пололи, воду таскали, дрова рубили, все делали, что нужно. Если про него кто-то плохо говорил, они хватали и тащили и в печь толкали таких. Волк утащил там поросенка кому-то. Он сразу бесы поймали волка, там поросенка отобрали, притащили, поросенок перед ним лежит. То есть командовал. И когда он 32 сосуда было перед смертью, их бесов запечатал туда крестным знаменем, они оттуда не могли выйти. А потом кто-то раскопал и открыли посмотреть, может там выпить есть что. Как оттуда вихри пошли, болезни, бесы загорали. Вот от жития вот этого 18 марта. А такого жития больше нет. И просто люди не верят в это. Но в житиях написано. Вот так. И кроме того у нас очень большой сайт. 50 книг аудио. Книги наши здесь моих 38-40 где-то две книги. Вот здесь вот. Здесь проповеди, стихи, фотоархив. Здесь вот там вопросы-ответы. Удобно очень. Что такое? Ересь из секты. 15-й. Я откнул в нее, открывается материал. А теперь вот, пожалуйста, избери какой-нибудь один. вопрос 763-й. Второй том. Где? Вот это вот? Да. Вот я откнул его. Теперь открывается ответ. Теперь снова возвращаемся. Ответы большие, маленькие. Тут разные бывают. Какой еще? Снова возвратимся. Какой тебе нравится? Коммунизм 20-й. 20-й, коммунизм. Открываю. Какой? Вопрос 815-й. Где он? Третий сверху. Третий сверху. Научили в школе. А какой вопрос? Нас учили в школе, что дворянина Ульянова с псевдонимом Ленин взят им после Ленского расстрела. Действительно ли это так? Ответ. Ответ. Этот человек не знал ни одного истинного слова, но все строил на тотальной лжи. И следователи находят, что у него не было поддельной фамилии. Не было? В Библии есть интересное место. Иеремии 51-44. Видите как? У меня ответы обязательно ссылаются на Библию. Это я в университетах вел занятия. И посещу вилла в Вавилоне и исторгну из уздево проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему. Даже и стены вавилонские падут. Вавилон это Рим. Так толкуют святые отцы и архиепископ Андрей Кисарийский. Третий Рим Вавилон есть Москва. Это Читайте по первым буквам Владимир Ильич Ленин Вилл. Почему он замер на букве Л? Чтобы исполнить пророчество о себе? Ибо он не исключевая смертоносная фигура при тече антихриста 20-го столетия. При роковом стечении обстоятельств проглотившие сотни тысяч священников миллионы мирян. Вот что о его фамилии сообщает мирская печать. Ну и дальше откуда взято вот откуда-то все российская газета об этом говорит. Почему я обязательно документирую это дело? И что проглощено им? То есть реабилитация наступит и стены падут. Никакой охраны ракеты не помогут Москве. Она сгорит. Просто сгорит. Раньше когда Америка готовилась напасть говорит 9 атомных бомб нужно было на нее чтобы полностью вся исчезла она. И народы будут посыпать себя пеплом и сказать вот зайди ходите сюда и найдете что хотите. Вот здесь папки по тематике где. Ну я думаю все на сегодня. мы отдельную тему сейчас будем создавать еще. Вот здесь сегодня что было вот уже опять залез сюда и вот фотографии некоторые видят даже упрекают вот одна верма на прощенное воскресенье мы были в храме барнаульском как мы епархию не признаем вот он митрополит ну посмотрите на его лицо неужели непонятно что он встретился не с врагом как меня иуда там есть иуды вот он целует кто кому поцелуй то дает он мне дает выходит что он тогда иуда а я христос он поцелуй то мне дает три раза поцеловал как на пасхальную неделю все спрашивает то есть совершенно безумные слова говорят а потом вот благословляет и тут уже люди подталкивают 15 марта 16 года Покровский собор барновол это фотография а это пришел иуда то есть дают отзывы там ну это жена этого это я был во флоте в 60-м году маленько не похож стал вот это я в Нью-Йорке это митрополит Иларион а сейчас митрополитом стал секретарь я все это описывал уже видите какие интересные это мне 23 года когда я обратился к Богу маленько не похож на сегодняшнее вот и дальше целая серия людей которые с моими книгами которые они получили купили вот один смотрите два это в разных местах вот трех томик Нового Завета для слова Божия нет туз и к истину православия вот он я прошу всегда сфотографируется посмотрите вот эти люди которые нападают могут они это показать да никогда это священник получил книги показывает вот это я не знаю даже православное или не православное какое радостное лицо ну бороду брить не надо господин Майданников видно что он очень доволен вот посмотрите на лица людей а другие получили все книги этот получил больше вот вот и все это даю вот оно этот несколько экземпляров купил и там дарит кому-то людям вот оно это мне просто интересно показать потому что ну просто интересно ну и все на этом во славу Божию